здравствуйте сегодняшняя наша тема концепция гмо сегодня мы с вами будем рассматривать определение гмо создателей и цели создания гмо методы и применения кому маркировка кому разных странах мира безопасность гмо и позиции green peace а также как отличить генномодифицированные продукты польза и вред таких продуктов генетически модифицированный организм гмо это живой организм генотип которого был искусственно изменен при помощи методов генной инженерии создатели кому первые трансгенные продукты были разработаны фирмы monsanto в сша первые посадки трансгенных слагов были сделаны 1988 году а в 1993 году первые продукты с генномодифицированными компонентами были уже на прилавках магазинов цели создания гмо одни ученые рассматривают гмо как естественное развитие по селекции животных и растений другие считают генную инженерию полным отходом от классической селекции во многих случаях использование трансгенных и растений сильно повышает урожайность при генной модификации можно увеличить урожайность и качество пищи противники считают что современное сельское хозяйственное производство способно обеспечить население высококачественными продовольственными продуктами методы создания гмо есть основные пять этапов создания гмо применение гмо генномодифицированные организмы используются в научных целях медицинских целях сельском хозяйстве и в экологических целях маркировка пищевой продукции из гмо во всех странах есть пороговая величина генномодифицированных организмов это 0,9 процентов как отличить генномодифицированные продукты если продукт содержит более 0,9 процентов гмо об этом обязательно должно быть сообщено на упаковке соответствующие изменения есть законах о защите прав потребителей позиция green peace о гмо green peace считает особенно важным вести мораторий на использование генетически модифицированных ингредиентов в детском питании пока не будет оказана их биобезопасность а также не требует установить мораторий на промышленное выращивание генномодифицированных растений в открытых системах для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду green peace также считает необходимым широкое освещение всех проблем связанные с выращиванием генномодифицированных организмов польза и вред гмоа польза гмоа несомненно польза от генномодифицированных продуктов есть и заключается она в экономической выгоде они помогают решение многих вопросов по у населения сельскохозяйственными продуктами в том числе в случае голода или засухи темпами роста населения планеты площадь пахотных земель которые используются для выращивания овощей и злаков не только не соответствует она еще и уменьшается тонна нормальной пшеницы в среднем стоит около 300 долларов а тонна трансгенной пшеницы всего лишь 50 долларов есть разница конечно же значительная выращивание таких растений может позволить со временем избавиться от различных токсических веществ ядохимикатов используемых сегодня в больших количествах производстве различных сельскохозяйственных растений это свою очередь позволит снизить количество нарушений иммунитета хронических заболеваний и так далее генномодифицированные продукты помогут не только купить все затраты но и получить огромную прибыль поэтому и возникают различные фальсификации результатов исследований вред кому чем опасны генетически модифицированные продукты как говорилось выше все растения полученные методом генной инженерии должны проходить испытания на безопасность в этом то и суть проблемы никто не посвящается результаты таких исследований поэтому необходимо особый институт независимых экспертов которые будут устанавливать достоверность всех проводимых исследований гмо могут нанести пищевой вред а именно нарушение обмена веществ ослабление иммунитета появление различных небезобидных аллергических реакций кроме того результатом употребления продуктов содержащих гмо может быть и нарушение структуры слизистой желудка устойчивость микрофлоры кишечника к антибиотикам также возможно снижение уровня здоровья связанные с накоплением в организме гербицидов поскольку гмо в растениях имеют свойство их накапливать для производства продукции в качестве сырья применяют кинемодифицированные растения и организмы такие известные компании как несли хэршис кока-кола и пепси макдональдс данон смелак некоторые другие петель ребята на этом наш урок закончен спасибо за внимание берегите себя